Апоптос – это важный клеточный процесс, представляющий собой программируемую гибель клеток. Апоптос играет важную роль в росте и развитии организма. Например, при внутриутробном развитии, когда плод начинает развиваться сначала как амфибия, и его пальцы формируются запрограммированной гибелью клеток в межпальцевых пространствах, перепонках. Апоптос также играет важную роль в уничтожении дефектных клеток. Например, может быть индуцирован патологический апоптос, если клеточный ДНК поврежден без возможности восстановления. В процессе апоптоса клетка разрушается изнутри белками, называемыми каспазами. Для того, чтобы произошел апоптос, необходимо сначала активировать эти каспазы. Активация каспаз может происходить двумя различными путями, называемыми внешними и внутренними. Первый путь называется внешним путем, потому что исходный сигнал поступает извне клетки. Этот путь обычно инициируется другими клетками, так называемыми Т-лимфоцитами. Эти лимфоциты имеют поверхностную молекулу, известную как фас-элегант, или сокращенно фас. Внешний же путь инициируется, когда фас связывается с фас-рецепторами на поверхности клетки мишени. Это запускает цепочку внутриклеточных процессов, которая в конечном итоге приводит к апоптозу. Последовательность опосредуется фас-ассоциированным доменом гибели или FAD. На заключительном этапе внешнего пути каспазы активируют друг друга в процессе самоамплификации, называемой каспазным каскадом. Затем инициируется апоптоз, поскольку активная каспаза начинает разрушение клеточных материалов. Каспазный каскад является своего рода конечной точкой для второго пути апоптоза, известного как внутренний путь. Как и предполагает его название, внутренний путь инициируется сигналами изнутри клетки. Этот внутренний путь регулируется поддержанием баланса между двумя наборами белков в митохондриальной мембране – антиапоптотическими белками, такими как БЧЛ-2 и БЧЛ-Х, а также проаптоптотическими белками, такими как БАКС и БАК. В здоровой клетке антиапоптотические белки связываются с проапоптотическими белками, тем самым блокируя их действие. Однако, если клетка повреждена или если она перестает получать сигналы к восстановлению, белки БЧЛ-2 и БЧЛ-Х блокируются по очереди. Затем белки БАКС и БАК могут наносить удар по ряду каналов в митохондриях, позволяя митохондриальным веществам, таким как цитохром-С, просачиваться в плазму. Просочившийся цитохром-С связывается с белками АПАФ-1 для образования соединения, которое затем активизирует каспазный каскад. Апоптоз играет ключевую роль в росте, иммунной защите и неопластическом развитии органов. Во всех этих процессах могут иметь место аномалии, такие как слишком большой или слишком малый апоптоз. Например, раковые клетки выживают и реплицируются, потому что они способны блокировать АПАФ-1. Понимание функционирования внешних и внутренних путей, а также каспазного каскада, позволяет нам разрабатывать целевые методы терапии на основании осознанной регуляции АПАФ-1.